Привет, Сергей! Привет! Расскажи, как у тебя здесь что-то... Мы с тобой знакомы тысячу лет, еще в свое время вместе работали по Церезиту, по Хенкелю. Да. А сейчас ты занимаешься уже своим собственным бизнесом. Расскажи, что у тебя тут, как? Школа Хенкель БУТехник дала нам хорошую основу. От авторского надзора по коттеджным поселкам. Мы дожили до небольшого производства. И сейчас я хочу тебе рассказать про сейфы сначала. Мы делаем не только сейфы, мы делаем навесное оборудование. Но я так понимаю, что мой интерес сейчас больше связан с сейфами. Поэтому расскажу тебе. А что такое сейф? Сейф – это такая защитная конструкция, которая обладает регламентированными свойствами по сопротивлению, устойчивости к взлому. В России есть ГОСТ, который прям обязывает все сейфы проходить сертификацию, относительно требования ГОСТ 50-762, где все расписано, какие они должны быть, как они должны устроены быть, какими обладать защитными функциями, и, соответственно, какие, кто имеет право устанавливать к ним замок. Что мы делаем сейчас? Мы делаем сейфы от первого до четвертого класса устойчивости к взлому. Я тебя позвал рассказать про новый сейф. Новый сейф – чем хороший? Мы сделали этот новый сейф. Он был немножко архаичен. Ну, я понял. Давай я его сниму. Да. Ну, понятно. Он был хорош, но он был хорош для своего времени. Его разработал еще великий, великий, великий человек, Мороз Виктор Андреевич. Мы сделали следующий шаг вперед. Он нам передал знания, научил как надо. Вот, и мы после этого сказали, ага, теперь мы сделали. Мы сделали вот такой шаг. Мы сделали новый сейф. Мы знаем теперь уже потребительские желания клиентов. И что мы сделали? Мы сделали мощную кухню. Это кухня, она делается полностью катарная. Она имеет уже скрытую регулировку. Если вы посмотрите, у старого сейфа. Здесь торчал мусик, такой не очень приятный. А сейчас этот винт уже нет. Петля стала более мощнее. Ресурс открывания этой петли мы увеличили, я надеюсь, что процентов на 100. Это первое. Сущая способность, так как сейфы высокого класса взлома, они заливаются бетонами. Они получаются очень-очень тяжелые. Чтобы конструкция была достаточно, обладала хорошим ресурсом. Потому что, например, там, Leroy Merlin, например, открывает этот сейф там 300-400 раз в день. Какая должна быть витета? Да, должна быть такая же. Какая она, те же сейфы. А сколько этот сейф весит? Ну, вот прям вот этот сейф, он весит порядка 600 килограмм, потому что он бетонный. Нехило, нехило. Соответственно, если бы мы не обладали бы кран-балкино, такие конструкции тяжело было бы. Ну, ладно, он внутри, допустим, залит бетоном. Но я захотел наружную, пропилил болгаркой, внутри перфоратором разбил и все. Не, не разобьешь. Там смотри, что будет. Там внутри мы засунули вот такую штуку. Толщина 4 миллиметра. Чтобы тебе ее разрезать, тебе нужно освободить от бетона. Пока ты не освободишь от бетона, вот эту связь перерезать газом, тебе ничего не получится. То есть ты режешь металл, потом разбиваешь бетон, освобождаешь металл, начинаешь опять резать. И за счет того, что ты долго-долго меняешь инструмент и пытаешься это все освободить для резки, вот из этого складывает у тебя большое количество времени, которое, собственно, тебе и плохо. Чем больше времени ты потратил, тем выше класс получил. Понятно. Достаточно такая вот интересная структура. В зоне замков, если ты начинаешь здесь пытаться здесь прорезать, там стоит пластина сверху. А открой, покажи как раз. Он ее не снимит, она стоит там внутри. А, понял. Она как внутри полотна. А здесь разные стороны у тебя расходят с региля. А замки только блокируют ригельный механизм. То есть если ты даже начнешь там пытаться как-то перевернуть, разломать замок, все равно это ригельный механизм будет заблокироваться. И ригели вот эти выходят во все стороны, да? Они выходят вверх, вниз и сюда. Положить стороны не можно. Можно я еще сниму сейчас? Получается ригель на всю высоту. И мы увеличили толщину стенки. Если все компренты делают прямо на грани, на грани, и зачастую многие лукавят о классе устойчивости взлом, мы решили сделать честный сейк. Мы его увеличили в толщину стены. Опять, мы это не придумали. Мы посмотрели европейских лидеров и производителей, кто как делал. И просто приняли к сведению, что если толщина стенки у тебя 70 мм, то ты можешь сделать хорошую защитную слой. А если у тебя толщина стенки 45, то сделать защитный слой ойли. Непонятно. Системы сертификации реально идут у нас параллельными путями. Наверное, я не открою никому тайну. Поэтому вот так. А кто у вас является все-таки основными потребителями сейфов? У нас очень много потребителей. Мы работаем как в сегменте B2B, так и в сегменте B2C. Наши сейфы употребляют и Почта России, и Комос, и больницы. Также наши сейфы идут и частным заказчикам. Очень много ломбардов пользуются нашими сейфами. А вот представим, допустим, я частный заказчик, у меня большой коттедж, я хочу себе сделать какую-то сейфовую комнату. Это реально? Реально. Только она будет отличаться от этого сейфа. Это будет уже помещение. Мы сделаем тебе в классном дверь. В зависимости от того, что ты захочешь по классу. Может быть, она также будет с бетоном внутри, чтобы обеспечить прям такие очень высокие требования. Можем сделать стену, чтобы тебе, например, не отливать это из железобетона, если у тебя уже здание купил. Тебе проще это собрать из модных конструкций каких-то. Мы тебе соберем здесь эти конструкции, изготовленные заводы, а у тебя уже непосредственно в твоем коттедже, мы тебе уже соберем их на винтах. И это будет тоже очень сильное защитное сооружение. Интересно. Да, давай пробуйте. Интересно. Есть, это прям называется светлый конк. Ну, я так смотрю, у тебя здесь достаточно серьезное производство, именно связанное с металлом. Да, мы научились делать еще навесное оборудование. А вот это вот навесное оборудование, это вот как раз мини-тракторы различные и так далее? Мы делаем, да, мы знаешь, что сделали? Мы пошли к пути, мы взяли самых лучших производителей европейцев, посмотрели, как делают они, и основываясь на их разработках, можно так сказать. Мы сделали свои конструкции. Да, мы оптимизировали для наших гибочников, для нашей плазмы, по нашей возможности. Но мы успешно выпускаем уже. Я там смотрю, вдалеке щетки различные. Да, мы делаем очень, достаточно широкий спектр конокров. И щетки, отвалы, хорши, они могут быть разной ширины. Мы делали даже ковши. Мы делали отвал 3,5 метра длины, представляете, для вольвы. Конечно, это был самый большой стиль. В основном мы специализируемся, конечно. Ну, пока мы пацаны сконцентрироваться на более-таки небольшой стиль. Интересно. Интересно здесь это да. Я смотрю, здесь все гибочники. Да, у нас гибочник 160 тонн. 3,20 длина. И вы все здесь, я смотрю, грузите у вас кран-балки и так далее, да? Да, у нас кран-балка, которая нас полностью выручает. Из нее, конечно, здесь уже просили. У нас сейчас их даже 2 получились. Отвоевали вторую. Удобно. Удобно, да. Потому что если одна, все время кто-то ждет. А вот был еще, ты говорил, какой-то угловой сельф. Можешь его показать? А угловой сельф, я тебе сейчас расскажу. Есть такая. Я его очень люблю. Мне она очень нравится. В принципе, в чем это угловой сельф? В принципе, в том, что у тебя защита идет только дверь и верхняя часть. Друговая стенка составляет выход. Составляют со стенками зданий. У тебя могут быть углы дома. И здорово, что сельф подкладываешь вверху. Ты можешь вложить какие-то документы. А вовнутрь ты уже можешь проложить там короткостольные оружия. Какие-то мелкие-то три пушки. Что-то там очень дорогое, ценное. Либо его можно сделать повыше. И это будет являться твоим оружием сельфом. И хранить уже длинные. А, ну да, то есть размер можешь любой сделать. Я могу такой сделать. А сколько весит вот такой маленький сельф? Он не тяжелый. Вот, например. Пассажир. То есть мы его тебе погрузим в машину и отвезем. Понятно. Но ты его, чтобы, если так, как он легкий, то его было перпендикулярно получается. Так, например, взаимно-перпендикулярный крепеж, то когда ты будешь... Лучше поближе подойди, а то работает производство и не особо хорошо. Когда ты его будешь, ну, пытаться кто-то его оторвать от стены, у тебя взаимно-перпендикулярный крепеж на стенах получается. А он будет друг друга блокировать. Поэтому, закрепив его всего лишь в двух местах, по или сможешь ли ты его как-то от стены оторвать. Понятно. Вот такая вот интересная идея. Но это исключительно вот частный клиент. Мы сейф-визитка. Ну, при желании его можно же стенки такие же с бетоном сделать, да? Конечно, да. Но имеет ли смысл? Понятно. А так, да, можно. Вот. Замки мы ставим немецкие. Раньше мы работали с Маур, сейчас мы стали пользоваться и Маур, и замками. Карл Виктор. Ну, мы придумали вот такой, чтобы выручить в Маур. Нас проблематик... Да, вот это работа. Мы взяли и теперь сделали вот такую накладку. Теперь каждый сейф от нас уходящий получает такую накладку. То есть, в случае какого-то удара, весь удар приходится на накладку, и тем самым мы бережем ручку. Вот, и тут нашел. То есть, мы очень усилили упаковку. Теперь у нас очень надежная упаковка. И я тебе вот довезу куда угодно, если ничего не произойдет. Хорошо. Ну, вот можно посмотреть. Вон, стоят там два красавца, уже ждут своего хозяина. Ну, серьезно, у тебя здесь оборудование, покрасочные камеры. Да, у нас две порошковые покрасочные камеры. И здесь, вон, там, на заднем фоне традиционная с отвердителем, на растворителем. В принципе, вот так вот у нас тут. Давай нам заказим. Давай, ну, что-нибудь подкидывай деньги. Ну, вот народ посмотрит. Я думаю, будет очень интересно. Это самое главное близко к подмосковью ближайшее. И у нас есть конструктора. У нас есть реально аккуратные конструктора, которые могут оперативно быстро включиться в идею, быстро доработать. Это тоже интересно. А то много проблем.